Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Я неоднократно говорил, что в инвестициях главное регулярность и постоянство. И помните, табличка стратегии накоплений была о том, что если пополнять регулярно и эти инвестиции приносят доход, то доход становится кумулятивным, то есть там все больше и больше и больше доход на сумму вклада. Нельзя где-нибудь взять, например, там сразу 10-20 миллионов и положить. Ну такое редко бывает, а накопить очень даже возможно. Поэтому я призывал вас делать так, накапливать постепенно, регулярно, каждый месяц откладывать какую-то сумму денег. Ну, аналитики рекомендуют 10% от суммы дохода. У меня так не получается, потому что я начал это дело, к сожалению, очень поздно. Не делайте так, как делал я. Делайте раньше. Начинайте чем раньше, тем лучше, потому что я начал, когда мне уже было за 45 лет, я опомнился, что я не делал вот таких вот регулярных накоплений. Поэтому мне приходится делать это в больших суммах, значительно больших. Ну, то есть там не 10% явно, а, скажем, 50% или даже больше процентов в месяц мне приходится откладывать для того, чтобы наверстать упущенный, как это сказать, как-то мастровский, да? Для того, чтобы не было мучительно больно за неправильно прожитые годы. Вот. Поэтому вот прямо сейчас я хочу вам показать, как я это делаю. Просто пример свой. Вот, посмотрите, у меня Тиньков банк, и вы видите, что здесь сейчас вот 140 тысяч рублей. И сейчас я прямо вот на ваших глазах хочу перевести деньги на брокерский счет. Вот у меня есть уже шаблон готовый. Перевод средств в портфель фондовый рынок, Московская биржа, договор и так далее. Вот, посмотрите. И уже сумма стоит от 40 тысяч. Я ее сейчас изменю на 80 тысяч рублей и перевожу. Я говорил, что я вношу регулярно до 100 тысяч рублей, так сказать, там в месяц. Вот, стараюсь. И чем больше, тем лучше это надо делать. Вот, смотрите. Бамс. Нажимаю. Собственно говоря, все. Вот так легко все это делается. Переведено. Завершить. Ну вот вы видите, что уже и сумма изменилась. Вот. Средств. То есть все это уже сделано. И ставка сейчас Тинькове 6% на блэке, потому что он снижается регулярно. Кэшбэк у меня 103 рубля в этом месяце. Почему? Потому что я перешел на OpenCart. Вот. И, соответственно, основной кэшбэк у меня там сейчас, потому что там, ну, 2-3% в месяц. Кэшбэка здесь всего 1%. Вот. И давайте сейчас я уже перейду в... Вот он вот. У меня личный кабинет открытия брокер. Вот. Чтобы вы не говорили, что я это не делаю. Я это делаю регулярно. И в этом месяце это не последний мой платеж. Это, так сказать, только рублевая часть. Еще будет, ну, в районе 300 долларов валютная часть. Вот, смотрите. Вот такая... Такие пополнения у меня были. Значит, вот в сентябре 255 долларов. И в сентябре же 80 тысяч рублей. 40 и 40. Это сентябрь. Видите, да? Ой. Еще 40 долларов в сентябре. Вот. А, 40 евро в сентябре. Вы видите, да? 80 плюс. Ну, короче говоря, 100 тысяч в сентябре было. Ой. Еще 524 доллара тоже в сентябре. Ну, так было, значит. Вот такие пироги. В августе 45 тысяч рублей и 633 доллара. Там было поменьше. В июле 30 тысяч рублей и 318 долларов. Там было поменьше. Мы собирались в поездку в отпуск. Ну, то есть, соответственно, вот, как могу, так пополняю. Я не просто так рассказываю. Я делаю сам то, что я делаю. И я призываю делать точно так же других. А как делаете вы пополнение? Поделитесь, пожалуйста. Делаете ли вы регулярно пополнение? Если не делаете, я вам очень советую начать это делать. Потому что максимальную доходность мы можем получить и саккумулировать деньги именно на фондовом рынке. И там же мы можем очень-очень быстро использовать эти деньги. Если будут какие-то там кризисные явления, когда можно и нужно действовать очень быстро, надо иметь хорошие резервы. И с этой целью, конечно же, надо иметь очень хорошие денежки на брокерском счете. А как использовать вот эти вот резервы? Как использовать быстро на фондовом рынке? Ну, надо владеть этими всеми инструментами. Если вы не владеете, то биржа для чайников – это тот самый инструмент, который нужно использовать. Ну, а сейчас лайк. Спасибо за внимание. И до встречи. С вами был Демитков Юрий.